Уважаемые коллеги, большое спасибо за возможность выступить на такой замечательной конференции с такой распространенной темой. И у нас немножечко особенный центр, который сильно отличается от других центров, в том плане, что мы все-таки скорее центр транспорционный, чем что-то другое. У нас мало первичных пациентов, мы лечим мало больных, которые хорошо ответили на терапию. Мы лечим тех, кто сразу характеризуется, слушаем прогнозом. И вот буквально слайдов, парочка, которая уже прозвучала во многом. Если мы видим рост, вроде бы, общей выживаемости у многих категорий пациентов, для пациентов, например, с остеосаркома это не так очевидно за последние годы. И виноватого там, как раз таки, как уже прозвучало пациента, с первично-диссиминированным заболеванием, с продвинутыми стадиями. Пациент с рецидивом для остеосаркома, а для саркома юнга то же самое. Слайд, который утащил Татьяна Валерина из презентации. Есть пациенты, которые первично крайне неблагоприятны, которых, что бы мы ни делали, включая аутотрансплантацию, фактически лечить невозможно. И крайне-крайне плохая ситуация с рецидивами. И вот если взять пациентов, которые постоянно к нам приходят, потому что мы, например, занимаемся аутотрансплантациями, вроде бы понятно, что делать здесь ничего нельзя, но надо же что-то делать. И что тут можно предпринять? Если ситуация по остеосаркома уже прозвучала, не очень понятно, как полечить рецидив, какая терапия хорошая, какая нет. Вроде бы все одинаковое, может быть все другое с саркома юнга. И вот здесь я пытался собрать тоже схемы химиотерапии. Со всеми этими схемами мы постепенно за последние 12 лет пытались иметь дело. И фактически здесь близко число ответов. Некоторые из них чуть получше, некоторые чуть похуже. Фактически мы пришли к тому, что если есть рецидив саркома юнга, мы опираемся в токсичность. И, наверное, ну каким-то своеобразным стандартом терапии будет риндокансимодал, так же, как при нейробластоме. Вещь, с одной стороны, эффективна, с другой, относительно нетоксичная, но абсолютно палеотивная. То есть мы получим наши ответы, мы потеряем наши ответы. Дальше это будет никуда. Наверное, опять-таки, какой-то ответ можно будет получить из рандомизированного исследования. Рекорд, который сравнивает напрямую эти группы. И вроде бы как есть уже куларная информация о том, что гемцетабин, похоже, выбывает из игры. Наверное, есть шанс, что придут также к риндокану. Хотя они в сабине были для больших ответов, но он гораздо более токсичный. Тем не менее, опять-таки, это не решает проблему. И если посмотреть, куда шла научная мысль с последних годов, то мы видим, что она потихонечку отходит от химиотерапии и пытается уйти в какие-то другие стороны. Если химиотерапия не работает, и мы дошлигли пределы эффективности, пределы интенсивности, пределы всего, может быть, сработает таргет терапия и иммунотерапия. И вот, читая такую лекцию, очень сложно объять огромный пласт информации, потому что есть очень много различных научных данных, строго научных, которые осветили в первом докладе. Есть огромное количество агентов, которые тестируются на доклинике на первых стадиях клинических исследований. И сейчас они довольно быстро входят в какие-то уже стадии клинических исследований. Поэтому я бы пытался использовать несколько субъективных подходов. Во-первых, если брать с Аркома Юинга, есть такая организация, условно, как рабочая группа, которая оценит перспективность новых терапевтических агентов. Поэтому во многом я воспользовался их предложениями с небольшими добавками. То есть здесь совершенно замечательный алгоритм. То есть мы оцениваем препарат, научную концепцию, данные доклинических исследований, доступность препарата, есть ли у нас или нет, насколько форфирма желает его предоставить. Это, как у нас для США. И сложив все эти клинические и параклинические факторы, принимается решение продолжать видеоиследование, либо приоритет считается низким, а это исследование накладывается, либо это вообще исследовать не нужно. И какие препараты, например, здесь выделены в рамках этого совещания, это рабочая группа для Аркома Юинга. Получается, что мы смотрим на ганитумума, то есть ингибитор внешнего рецептора АДЖФР1. Мы смотрим, продолжаем исследовать ингибиторы МТОР, дальше антиридриди-2, как при нейробластоме. И немножечко задвигаются рибулин, ингибиторы Терозинкинас, ингибиторы ПАРП и СДК-4,6. Насколько должно работать? Вот, к сожалению, уже по нашему опыту, который не такой уж длительный, наш центр не так уж давно существует, тем не менее, что-то мы успели накопить. Становится понятно, что далеко не всегда. Строенная концепция превращается в реальный клинический результат. На нашей памяти, по крайней мере, такой был с трабиктидином. Когда был препарат, который связывается с ДНК, который приводит к скорой интеградации, к полимераз, который вроде бы неэффективен в монотерапии, но в комбинации с арендоканом он резко увеличивается, должен эффективность арендокана. Более того, прекрасно показано на доклиническом исследовании. На мышах все получилось очень хорошо. Но в рамках протокола Трепецарк, в котором мы участвовали, хоть и неофициально, мы пролечили трех пациентов такой комбинации арендокана с трабиктидином плюс дексаметазон как сопроводительная терапия. К сожалению, на этапе клиники мы не увидели никакого значимого эффекта. То есть мы получили фактически ту же полиэтиленную терапию, только очень дорогое, так как трабиктидин – это дорогое удовольствие. То есть да, там был какой-то период стабилизации, но мы не получили того числа полных и частичных ответов, на которые рассчитывали. Да, хорошая полиэтиленная терапия, да, не сильно токсичная, хотя у одного пациента мы столкнулись с тяжелейшей тромбоцит пении, которую никак не восстанавливали сама по себе. Хорошо, ингибиторы терзинки нас при саркоме Юинга, которая также считается перспективным направлением исследования. Имотиниб незначительно эффективен. Есть в рамках исследованной группы, если брать клинические данные, один ответ. Описаны единичные клинические случаи, когда позапониб оказался очень эффективным. И, ну, этот препарат, ну, хотя бы доступен в России. То есть были у нас пациенты, особенно, которые уже прекращали быть детьми, которым взрослые онкологи, они вообще очень любят назначать позапониб. То есть если сарфеник не сработает, назначаем позапониб, пусть родители покупают и выдают его. Мы видели несколько таких детей. И опять-таки, в общее впечатление, мы не увидели тех вот замечательных клинических случаев, которые описаны. То есть, вероятно, вопрос уже к молекулярным биологам, почему это так работает, у кого. Если мы этого не знаем заранее, к сожалению, это тоже очень дорогостоящая паллиативная терапия. И кабазонтиниб, реграфиниб, опять-таки, ну, их можно достать. Сам в руках не держал, не скажу, насколько это эффективно, потому что описано, это та же самая паллиативная терапия, если брать монотерапию. Ингибитор МТОР. То, что считается перспективным. Очень красивая ситуация в доклинике. Доза зависимая угнетения клиточных линий. Чем больше дозы, тем лучше эффект. Мы примерно понимаем, как это должно работать. У нас есть концепция. Более того, мы примерно представляем, с чем они должны быть синергичны, с тем же ингибитором GFR1 они должны быть синергичны, быть эффективны. И это показано в какой-то степени у пациентов с ракомой юнга. Поэтому, наверное, воздействительно зацепиться. Хотя именно такую губинацию мы не пробовали. Но это то, что внушает какие-то положительные чувства. То, что мы пробовали. Это данные, которые мы показывали когда-то на Севп-Азии в 2016 году. Здесь мы пытались взять ту схему, которую мы используем при нейробластоме. Вот такая одежда, которая one side fits all. Пытается перекрыть максимальное количество различных болевых точек в различных сигнальных путях. Скомбинировать ингибиторы MTOR с широким спектром ингибиторами и в то время как у нейробластом. Я понимаю, что меня всегда критикуют за эти кривые. Потому что это ретроспективное исследование. Мы сравниваем не очень равноценные группы и так далее. Но вот общее посещение к нейробластому что-то в этом есть. Мы видим разницу. Эти пациенты лучше дают ответы. Эти ответы более глубокие. Иногда хочется использовать такую схему. При саркоме юнга пациентов было меньше. Но вот в том, на той группе пациентов, где мы смогли посмотреть, вообще никакого отличия от линдокастомодала мы не увезлили. То есть, наверное, это лишняя токсичность. И в таком варианте ничего больше. Возможность мы ингибировали. Сиролимус с каким-то способом подавить АДФР-1 было бы лучше в рамках такой же терапии. Но вот это требует уже каких-то дальнейших подходов. И при астасаркоме. Фактически то же самое. Серафенип. Если он не вызывает выраженной токсичности, то это хорошая, но очень дорогая полиативная терапия. Ивролимус. Плюс серафенип. Наверное, примерно то же самое. Потому что, опять-таки, насколько я знаю, у меня очень мало опыта в такой комбинации, но какой-то большой разницы с просто серафенипом нет. И то, на что, опять-таки, нам удалось немножечко наложить в руки апотенип, новый китайский препарат, ингибитор ВЕКФР-2. Опять-таки, первое впечатление, примерно то же самое, что серафенип, но менее токсичный. Если пациент не переносит серафенип, можно дать ему апотенип, он его будет переносить какое-то время. И на какое-то время-то все остановит. Хорошо. Если не работают сами по себе, вот по одиночке таргетные препараты, может быть, можно их как-то скомбинировать, собрать в кучу и получить что-то более умное. И еще одно исследование, в котором мы приняли непосредственно участие в какой-нибудь клинических центрах, которое проводило клинику технического университета Мюнхена. Совершенно прекрасная идея. Мы смотрим транскриптом, какие РНК больше экспрессируются в ткани опухоли. Мы примерно представляем, на что мы, в принципе, можем подействовать какими-то препаратами. Мы подбираем болевые точки с помощью специальной программы информатиков. Фармакологов подсчитываем. Оптимальная комбинация индивидуальная для данного пациента. Вроде бы очень красивая идея. На практике выглядело как нечто совершенно безумное, когда пациент получает два транспортных препарата, один со статик в низких дозах и два нейролептика, тоже в очень низких дозах. К сожалению, опять-таки, если взять в целом группу, это не сработало. Да, мы видим какие-то временные ответы. Да, медиана. Безопытно выживаемся, таких пациентов побольше. Но, вероятно, когда мы забираем даже какие-то несколько образцов опухоли, мы не подбираем вот этот ключик к таргетной терапии, ко всем клеточным популяциям. Поэтому то, что мы не перекрываем, очень быстро получает преимущество. Поэтому, вот в целом, наверное, пока, если говорить о таргетной терапии, то, что у нас сейчас есть, есть палеотерапия, которая очень дорогая. Иногда она менее токсична, чем химиотерапия, чем палеотерапия. За большие деньги можно дать пациенту уйти спокойно. Но вот пока, наверное, не видно какой-то реальной схемы, которую можно взять в руки, которую можно применить как таргетной терапии. И опять-таки, все-таки есть определенные оптимистичные моменты, надеюсь. Опять-таки вопрос здесь во многом к ликулярным биологам. Как нам выработать такую концепцию, которая позволит эффективно объединить схемы терапии, чтобы получить на выходе какую-то рабочую концепцию? Хорошо. Иммунотерапия. Красивая картинка, которая показывает, сколько у нас есть точек приложения. Есть тактические т-лимфоциты. Есть микроокружение с реабилитурными клетками, которые мы можем пытаться деплицировать. Есть НК-клетки. Совершенно другой механизм. Есть иммунно-контрольные точки, на которые можно подействовать много-много-много всего. Что из этого реально работает? И, на мой взгляд, общая ситуация в иммунотерапии при костном саркоме хорошо иллюстрирует история с мифмортидом. Красивая идея попытаться стимулировать неспецифический иммунный ответ. Очень серьезные исследования, где сравнивались большие группы пациентов. То есть, если брать последний мета-анализ, который пытался показать, что это эффективно или нет, туда вошло примерно 800 пациентов во вся группа. Но при этом очень мудрый анализ, мудрый дизайн основного клинического исследования. Все, что можно сказать, что возможно, это как-то увеличивает общую выживаемость пациентов с локализованными формами, хотя это тоже под большим вопросом. Скорее всего, это бесполезно при диссиминированных саркомах, а это основные наши проблемы. И вроде бы все и красиво, но это препарат, который добавляет реальную токсичность и очень эфемерную эффективность. В чем-то, наверное, более интересная ситуация с следующими вакцинами. С одной стороны, если брать в чистом виде додорительные клетки, нагруженные лизатом, при остеосаркоме, работают они довольно плохо. Но если не считается следователь с высокотехнологичной вакциной, FANG, где добавляется дополнительно с помощью вектора, ген, который позволяет секретировать ГМКСФ, плюс дополнительный иммунный фактор, который позволяет сделать вот эту додорительную клетку как бы многовекторной. И предварительные результаты очень интересные. У пациентов, которые должны были умереть по всем канону в течение полутора-двух месяцев, мы видим 75% годовую выживаемость. То есть он прогрессирует, и прогрессирует медленнее, и все-таки похоже это как-то работает. И вот здесь я, конечно, захожу на чужую территорию. Вне онкологии гораздо больше опыта с додорительными клетчанами. Но, опять-таки, вот у меня лично, это мое личное мнение, есть какая-то надежда, что возможно додорительные клетчаные вакцины в комбинации с чем-то еще. То есть, например, додорительные клетчаные ингибиторы иммуноконтрольных точек. Может быть, дойдут нам какой-то немножко плацдарм, где можно будет зацепиться немножечко, получить какой-то результат. Моноклоальные антитела. Опять-таки, когда начинается иммунотерапия, первое, что приходит в голову, сделать какое-то антитело, пытаться напрямую поместить опухолевую клетку. Что у нас есть? У нас есть динсумаб, который довольно-таки логичное решение в этом случае. У нас есть генитумаб, который не показал эффективность в саркоме, даже в виде иммуноконогата. У нас есть трансумаб, который также не показал эффективность. Все остальное привязано так или иначе к ДД2. И хотя генитумаб не показал эффективность при остеосаркоме, возможно, при саркоме Юинга он более перспективен, особенно в комбинации с какими-то другими таргетными агентами. По крайней мере, у нас есть текущее рандомизированное исследование, которое даст нам ответ на этот вопрос. Значит, ДД2 ситуация тоже очень интересная. Подход здесь чисто механистически. Я очень пытался найти данные. Почему? Вот все так сейчас пытаются лечить антидживидиванными телами. Где клиническая основа? Или хотя бы убедительная доклиника? И если что-то из доклиники найти можно, то клиническая основа все упирается в очень простое рассуждение. Есть нейробастома, там есть ДД2-экспрессия. Про нейробастома работает. Есть остеосаркома, там есть ДД2-экспрессия. Тоже должно работать. К сожалению, если Сиаджи пишет об этом препарате, что прекрасное лекарство, доступно, легко, сколько угодно, можем проводить в любом кабинете. К сожалению, в России это не так. Поэтому концепция посудно привлекательная. Да, есть экспрессия ДД2, но, наверное, нам следит подождать результатов реальных исследований, потому что даже для нейробастома мы этот препарат сейчас достаем с огромным трудом. Хорошо. Тогда, что же из иммунотерапии у нас есть реально в руках? И вот ответ на этот вопрос, а вот комментарий, который всегда на это дает профессор Билок. Уже дважды. Именно относительно нашей группы. К сожалению, если брать доступные методы, которые реально доступны, аллоген-терсплантация это тот молоток, который мы размахиваем, пытаясь им починить все вокруг. Насколько это вообще будет работать при костных саркомах? Если мы посмотрим показания ИБМТ, то мы видим, что аллоген-терсплантация даст стандарт терапии при саркоме ЮНГ. Аллоген-терсплантация допустима при саркоме ЮНГ, при осте саркоме категорически не рекомендуется, что совершенно правильно. И работает ли это при саркоме ЮНГ? Данные регистровы исследования. Если взять все аллоген-терсплантации, которые когда-то выполнялись исторически, получается не очень здорово. Данные последние профессора Бурдуха, если сравнить данные МЕТА-ИКЕС, ИКЕС-92 и следующей версии МЕТА-ИКЕС. Вроде бы получается, что МЕТА-ИКЕС работает лучше. Хотя это безумно интенсивный протокол с двумя аллоген-терсплантациями, аллоген-терсплантациями потом. Попытка максимально убрать опухолевые клетки и дать какой-то эффект. И вот здесь у нас был опыт работы небольшой тоже с МЕТА-ИКЕС. Я не очень уверен в том, что работает именно аллоген-терсплантация. Все-таки в рамках МЕТА-ИКЕС, который проводился в Германии, есть очень-очень эффективный локальный контроль. Облучение в хорошей адекватной дозе всех бедостатических очагов под МРТ-контролем. То, что не можем делать мы. Не исключено, что работало именно это. И еще они показали, что если поражен костный мозг, то никакая аллоген-терсплантация не сработает. Тоже важно. Тем не менее, есть один важный момент, который во многом касается нашей трансплантации. Был какой-то период энтузиазма относительно трансплантации, который пришелся на 90-е, 2000-е годы. Потом все центры к этому как-то сильно остыли, включая наши. Но когда Уветиль подстался поанализировать данные, опять-таки, включая наши по европейской тракционной деятельности в рамках саркома Юринга, то получилось, что в принципе есть значительная разница в зависимости от времени. Позже мы научились делать трансплантацию. И если брать поздний период, то похоже, что есть преимущество трансплантации от несовместимого донора. Когда мы начали уже немножечко уметь делать с ГАПЛО, ГАПЛО дает какой-то эффект, вроде как, если брать вот такую очень гетерогенную популяцию. Поэтому опять потихонечку поднимая дискутируется вопрос, что может быть есть какие-то пациенты, у которых возможно есть показания коллагена трансплантации, возможно их надо очень тщательно селектировать и проводить трансплантацию от несовместимого донора, чтобы получить какой-то эффект. Хотя пока это все равно огромный вопрос. Что мы можем делать после трансплантации, чтобы усилить эффект? И самое такое очевидное решение для трансплантолога это дать эльфоцитодонора. Опять-таки, здесь очень сложно найти какую-то хотя бы как-то обобщенную информацию. То есть везде это на уровне небольших серий случаев. Но по крайней мере группа Бордаха демонстрировала то, что в некоторых случаях есть эффект, причем довольно длительный. Хотя опять-таки это были пациенты, которые жили плохо. То есть да, у них контролировалась опухоль, да, она контролировалась там по 20-40 месяцев, но это были пациенты, которые жили в начале сутра, потом хронической РТПХ и жили нехорошо. И это во многом касается нашего личного опыта. Аллагена трансплантации, к сожалению, по крайней мере в том виде, как мы тогда это умели проводить. И с теми пациентами, которыми мы это проводили, нам никого не удалось спасти. Мы пытались проводить инфузиальный пациент донора, к сожалению, мы не видели такого эффекта, как в Германии у тех, что там четырех пациентов. И возможно, если мы делали это сейчас, мы сделали это бы лучше, потому что по крайней мере из вот этих семи пациентов двух мы потеряли от трансплантных осложнений, которых сейчас бы, скорее всего, не было. Что можно еще сделать? Опять-таки, безумно красивое исследование от той же немецкой медицинской группы. Ну вот просто второго. Интенсивность, вся которую можно было добиться. Пациент получает аллагенную трансплантацию, причем, как правило, счет неполносиместимого донора. Мы знаем, что есть опухолевантигены. Мы проверяем экспрессивцию опухолевантигенов. Мы делаем картоклетки, которые нацелены на опухолевантигены в контексте определенного шаля, которые полиморфизм. Вот данный полиморфизм как раз повышает вероятность саркома Юинга. И более того, в этом пациент параллельно еще даются после аллагена персплантация комбинации ТЛС-4 и не Булумаба. Опять-таки, к сожалению. Потому что мы знаем с публикацией это дает какие-то временные ответы, потому что проводилось дальше. Опять-таки, насколько я знаю, это не работает. То есть, да, ответы есть. Иногда ответы очень неплохие, но ответы временные. Что можно придумать при остеосаркоме, если мы там не можем провести аллагенную трансплантацию? И здесь, фактически, мысль идет по тому же пути, что уже проложен специфическими антитилами. То есть, мы пытаемся подействовать на те же мишени с помощью карта клеток. Если мы действуем на ХЕР-2, то получаем умеренный эффект. Да, мы на сколько-то продлеваем выживаемость, но это полиэтилная терапия, которая стоит еще в десятки раз дороже, чем таргетная. Наверное, текущее исследование, в которое отправлено какие-то эмбриональные опухолиные антигены, способно что-то принести. Тем не менее, но как-то не внушает оптимизм на то, что половина этих исследований закрылась. Либо они не набрали в больных, либо закрылись без комментариев, что обычно означает, что не было достаточно клинической эффективности. То есть, опять-таки, огромный вопрос, насколько это все будет здорово. И есть какие-то зацепки за энкокритки, за гамма-дельта, лимфоциты, в сочетании с бисофсонатами. Возможно, тоже это принесет какую-то пользу, но едва ли это будет парочковой шарлышкой, которая сможет спасти безнадежных пациентов. Возможно, это будет каким-то дополнением. Пациент с очень хорошей облацей опухоли. Но, опять-таки, мы это увидим. И последнее. То, что, опять-таки, было в первой лекции. Очень удобно, когда всегда можно сделать ссылки на предыдущих вступлениях. У статаркома биологически очень сильно отличается от других детских опухолей. Соматическая мутация частота для статаркома юнга небольшая. Сложно сцепиться. А вот у статаркома по идее должна была бы быть очень хорошим решением для ингидитор и маконтрольных точек. Потому что почти меланома. Более того, мы знаем, что если есть экспрессия эпиделлигантов, есть уже несколько метаанализов, которые пытаются объединить много исследований, все они приходят к примеру к одному выводу. Есть экспрессия эпиделлигантов, хуже прогноз. То есть, опять-таки, есть эпиделлиганты, надо на них воздействовать. И что мы знаем из практики? Первое. Ингибитор Сетила-4, который вроде как экспрессируется в статаркоме и на клетках опухоли, и на клетках микрооружения, сам по себе не работает. Но сам по себе этот результат, наверное, не неожиданный. Это немножко близко к тому, что мы получаем про других соленых опухолях. Какой-то эффект, который, вероятно, требует добавления ничего-то еще. Вот ингибитор PD-1 или PD-L1, на которые теоретически в рамках концепции должна была быть больше надежды. Самый известный слайд, собственно, на более полные клинические данные, которые мы получили, это данные исследования по пимбридезумам, которые были опубликованы в 2017 году. И здесь мы видим, что такого количества ответов, которые мы ждем от статаркома, от статаркома Юинга мы не получаем. То есть, мы видим ровно один частичный ответ при статаркоме, один при статаркоме Юинга и все. Собственно, у группы саркома мы его больше не получаем. Хотелось сегодня продолжать набор пациентов, возможно, какие-то более поздние результаты, что-то в этом плане изменить в ту или иную сторону, но вряд ли сильно. Что получается, если не работает антистила И4, не работает антипедиван? Что нам делать? Если взять вот такую краткую сводку по исследованию, которое затрагивает ингибитор иммуноконтрольных точек, первое направление мысли пытаться отобрать пациентов. Мы берем суррогатные маркеры, которые подсказывают ответ. Мы берем экспрессию PD-L1, мы берем микрострелитную нестабильность, ищем таких пациентов, пытаемся их полечить как раз-таки ингибитор иммуноконтрольных точек. И вот здесь сложно сказать, но если брать наш опыт, который пока очень небольшой, там десяток пациентов с небольшим, которым мы попытались посмотреть эти маркеры, достаточно экспрессии, хорошая настоящая экспрессия PD-L1. Микрострелитную нестабильность мы не нашли ни у одного. Может быть, у присутствующих есть какой-то другой опыт. Но такое впечатление, что большого количества таких пациентов мы не найдем в данной группе. Вторая идея, что с чем-то комбинировать. То есть, мы берем тот же ИПЛИМАП плюс НИВЛУМАП тоже сработало при меланоме. Там, обычно, эффективно больше, но больше шансов на ответ. Мы пытаемся добивать что-то еще к этим точкам. Мы пытаемся деплицировать с помощью химиотерапии микроокружения и добавить НИВЛУМАП или применить совершенно другой ингибитор иммуноконтрольных точек. Опять-таки, будет понятно, что из этого получится. И, к сожалению, выводы тоже неутешительные. В настоящий момент у нас нет в руках по-настоящему эффективного, надежного метода Возможно, тот молоток, которым мы размахивали эти годы, все-таки сможет кто-то починить когда-нибудь, если мы будем хорошо отбирать пациентов и правильно их трансплантировать. Но это тот метод, которому надо подходить с огромной осторожностью и, по крайней мере, очень хорошо обдумать в рамках клинического исследования, кого мы собираемся туда брать. И, наверное, все-таки что-то мы сумеем извлечь из ингибиторных муноконтрольных точек. Не в монотерапии, но, например, скомбинировав их с клетчевыми вакцинами, что-то из этого получится. И, к сожалению, на этой печальной ноте я вынужден завершить. Надеюсь, что я уложился в тайминг. Спасибо за внимание. Здесь все люди, которые участвуют в лечении наших пациентов с аркомами. Спасибо. Продолжение следует...